Лучшее в стране Творение современности Согласен, ноль плюс еще Ты знаешь, почему мы поставили в самом начале Наши встречи, в начале этого часа Потому что как раз в этой студии Ты презентовал клип полтора года назад Вау, слушайте, как интересно Я рыдала тогда, напомню тебе Сто всего произошло Счастье, слезы лились Ну, кстати, и по сей день любимая песня У многих, да Особенно у кого есть дети, наверное Ну что ты, конечно, конечно Ну, дорогой Паш, мы, правда, тебя очень рады видеть Я вас тоже очень рад видеть Это очень крутые у тебя поводы для нашей встречи Один повод, все знают Твоя новая работа, твой новый клип Ну и еще очень много ты нам эксклюзивной информации Классной тоже, конечно, расскажешь и выдашь Все выдам, спрашивайте Давай как раз прям к новинке сразу и подступим Меня было мало Да Это фит Да, это игра слов С пикой? Да, с пикой еще давно не вылезала из пещеры Фух, пика живой! Это первые комментарии были под этим клипом Да, помните мне? Паттимейкер Конечно Потом он ушел в свой стиль Такого рэпа Очень пика-рэп Я его называю Так Да, и вот мы с ним пересеклись Это еще было в начале года И я ему говорю, давай сделаем что-нибудь вот душевное Что-то между твоим сумасшедшим шаманским подходом и моим каким-то лирично Светлой романтикой Я говорю, давай обратимся к девушке как-нибудь И вот он обратился через такие слова, как иуаска Вот эти Меня было мало, но меня было мало Это прикольная игра слов еще Так, получается, что здесь у вас стихи 50 на 50 слова Да, мы вместе сидели, просто разгоняли У меня было много минусов И я ему ставил, ставил Он говорит, нет, слишком коммерческий Нет, слишком коммерческий Нет, слишком коммерческий И потом я ему этот ставлю Он такой, вот это да, достаточно шаманско-психодельно вот ему подходящее Да, и вот мы вместе сидели по строчечке накидывали Вот, он по-настоящему очень талантливый парень Вот Кто-то пишет, однако, пики было мало Ну, поэтому называется и крафт с фит пика Если бы было наоборот, тогда и пики было бы больше, наверное Да А, кстати, вот он тебе не говорил, что-то у меня, Паш, мало в этом Его-то дофига, вы чего Если брать процентное соотношение, то припев звучит много дольше, чем куплеты, ребят Вы что? Он там еще элемент повторения, и его голос Нет, его там больше Припев же самое важное Ну, вообще, ты знаешь, ну, наверное Очень такие интересные и любопытные есть комментарии Например, великие пацаны великое делают Спасибо огромное Как приятно вообще, да Это же надо было дожить до такого Вы единственные оставшиеся русские регги-певцы Как тебе, кстати, такое определение? Очень необычно регги-певец Это для меня даже комплимент Ну, рэп-певец ты, да, таким являешься Рэп-артист Рэп-певец, рэп-артист У меня сейчас обходят два альбома Сразу в один день два альбома В честь моего десятилетия с первого альбома И кому интересно, послушайте мой первый альбом Я там очень позитивный Пафнутий называется? Да, очень добрый альбом такой получился И вот песня «Вспоминать» давно еще с него «Если ты завис» Кстати, интересный факт, что в «Если ты завис» в моем первом клипе И еще песня у меня была «Гинеколог по сердцам телок» Такая песенка У меня в этих двух песнях поет Маша Зайцева Из двух Маш, которая сейчас Так это ты ее открыл вообще Ты ей дал дорогу Я думала, мы телеканалы радио Вы что, она победитель народного артиста же в свое время была Ну, понятный голос там был Там все был уже Потом я ее подтянул, говорю, поехали на студию Мы с ней записали эти две песни на мой первый альбом То есть она молодец такая В меня поверила, поехала со мной такая уже звезда И записалась Бесплатно? Ну, конечно, бесплатно Мало того, я ее даже еще раз выписал Говорю, не получилось, давай еще раз Мне что-то не устраивает И она приехала Мы все перезаписали И потом, спустя вот сколько, уже 7 лет Вот только мы две Маши появилась Вот в том формате, который мы знаем И сейчас мы прикольно Мы сейчас виделись в Турции Вместе выступали там на мероприятии И я ей говорю, о, помнишь, как она такая Да, как прикольно Как я заживаю твою звезду И мне кажется, прикольно людям тоже узнать Конечно, такие моменты Что на первом альбоме Десять лет назад оказывается Одна из Маш Вот пела у меня В моем первом, первом, самым первом клипе С которого, в принципе, началась гастрольная моя жизнь Теперь ты уже, если ты захочешь Снова посотрудничать с Машей Ну, не так просто будет создать Уже не так ли Она уже более занятая Если меня что-то не устроит Я уже ее еще раз не выпишу на студию, я думаю Так, ну, ладно Много новых артистов подрастает Да, я хотел сказать, что про два альбома Выпускаю два альбома И там будет куча совместных работ Один альбом будет для рэперов В стиле, там, Каспийского груза Гуфа, вот старых таких Такого рэпа А один будет такой коммерчески веселый Ты так и не определился, Паша, я так понимаю Ну, просто, честно Я просто делаю, что получается Ну, если у меня все получается Как и все люди, наверное Правда? Если все получается, надо все делать Да, как можно с актерами сравнить Вот, к примеру, есть актеры, которые только актеры К примеру, комедийные А есть актеры драматические Вот А есть люди, которые стараются и там, и там И там, и там успеть Как, к примеру, там, Де Ниро Ну да, хорош И хорошее сравнение Хорош Я тоже стараюсь То есть В комедиях я люблю играть Танго-обниманго Это, можно сказать, комедия Такой юмористический позитив И такого много у меня в творчестве Но иногда хочется сделать что-нибудь душевное Вот И трогать сердца В каком-то смысле Как когда-то мне Айза сказала Хочется спросить А где ты настоящая? Но я думаю, что ты ответишь везде Ты просто такой вот разный Ну да Это все оттенки Как бы моего человеческого я Так, два альбома Ты планируешь прямо в один день В один день два альбома В честь десятилетия Прямо в день ровно десятилетия Это какое число у нас? 28 октября Это скоро уже Это уже буквально через месяц Слушай, а у тебя в первом альбоме было 17 треков 17 Я тебе напомню Да И сейчас у меня выйдет в сумме ровно 17 песен Вот почему 9 и 8 9 и 8, да А ты мне не сказала об этом Ты просто сказал 9 и 8 Мне кажется, это тоже все символично Очень символично И у меня 9 Это выйдет 8 и 9 альбом За 10 лет А в следующем году Не пройдет и 11 лет Выйдет у меня 10 альбом За 10 лет И мы сейчас пишем Совместный альбом с Тони Тунайтом И весной у нас выйдет Совместный альбом с Тони Это будет вот вообще Супер такой Форелла Ну, как у нас Я хотел бы знать Вот в эту сторону Мы делаем такой позитивный рэпчик И кто-то напишет Фу, Тони живой Тони живой, вы чего? Тони тоже выпускает Я шучу, конечно Конечно И вот у меня будет 10 лет 10 альбомов И вот я планирую так Паш, но ведь у тебя в следующем году 10 лет Как ты Вышел на сцену Благодаря своему творчеству Да У тебя же 10 сентября 2000 Получается, какого? Помоги сосчитать Нет, нет, нет Значит, 10 года Ты вышел на сцену За 30 тысяч рублей Где-то так примерно В Северодвинске Я помню, мы тебе платили Собирали всем колхозом Да, в Северодвинске Собралось 200 девочек И 6 парней За барной стойкой сзади Да, я помню этот концерт А я еще тогда делал Очень много рэперских песен И эти девочки, они Ну, давай уже про любовь Ну, когда будет Это наша одна любимая Я вот, да Прошло 10 лет С первого концерта За мое сольное творчество Да И это я тоже буду праздновать Вот сейчас должна была Слеза пойти Вот такая прям красивая Она в глубине пошла Давай мы сейчас посмотрим Твой клип Давайте Глупый, молодой И намели Да Но это не про тебя уже история Почему? Это, мне кажется, как состояние души Каждого пацана Когда девушка ушла Отца девушка ушла? Не-не-не Нет, у меня не ушла Все нормально Но на тот момент Песня писалась Да, когда Такое переживание Когда девушка уходит Все, ты глупый Сразу становишься Немножко глупым А когда приходят Мне кажется, еще глупее Молодым Молодым, потому что Ты как бы сразу открыт К возможностям И А намели Потому что Нету кайфа Сколько бы тебя денег не было Ты от них не так кайфуешь Когда нету девушки Вот Ну мы сейчас все равно Будем кайфаним В очередной раз Да, да В Амстердаме снят клип Посмотрите Давайте Маленький экскурс От Крафта по Амстердаму Отлично Лучшее в стране Продолжается программа У нас сегодня в гостях Крафт Несколько минут, друзья До премьеры Клипа И трека Меня было мало Вместе с Пикой А ты же вообще Рекордсмен по фитам Ну, наверное, да У меня там есть 250 песен Рекордов Ну, Россия точно должен войти Как вот Да Человек, который большее количество Фитов сделал Ну, правда И там список-то такой приличный Ты всех окучил, если можно так сказать Ну, у меня, наверное, где-то 220 фитов Подходишь вот так вот Просто такой И теперь, мне кажется, артисты Если видят Крафта Вот он приближается Говорит, ну, все Сейчас будет клик предлагать Сейчас будет фит Да не, самому предлагают Не видел такого Я не знаю, кто больше Кому предлагал Наверное, из всех там 200 фитов Моих песен Наверное Ну, смотри Градусом ты предложил Ты предложил Я предложил Пики ты предложил Пики я предложил Ты же сказал, да Подошел к нему Да-да-да А вот все остальные тебе предложили Басти я предложил Гуфу я принес песню Дорну я предложил Да Да какая разница Да Много я предложил Да А вообще, конечно Я, наверное, такое же количество Делаю с песней Которую мне предлагают Вот недавно песня вышла И скоро будет клип На боди-боди песня К примеру Это вот Франк мне предложил Куча, короче, песен Классно, что это коллаборации Они делают песню разнообразной Я просто, у меня цель Сделать песню хорошей В первую очередь А не Себя туда больше запихнуть Да что ты, конечно, конечно Зачем тебе не нравится Нет, творчество Стихов энергии Я чувствую, что этот припев Я вот так классно не спою Идеи у меня есть Я там показываю И мне такой чувак говорит О, я знаю, что вот этот голос Он это споет А я У меня это будет Как будто я кривляюсь А вот если, чтобы искренне Это спел Нужно, чтобы вокалист Вот с таким диапазоном И получается И получается здорово И в основном всегда Поэтому надо пробовать Ну, давай проклип Меня было мало Давайте Ну, вот что Как бы вы принимали решение Куда отправляться? Кстати Очень просто Где? Я всех просто Стащил в Индию Мой любимый курорт Ну, да, неоригинально, Паш Ты очень любишь Индию Ты постоянно там находишься И так получилось Что Пика давно мечтал Побывать в Индии Потому что он как будто Там родился сам Такой он немножко Медленный Как будто он из Индии Вот И Санек Режиссер И Марго Это парочка Которые снимают клипы У меня уже третий клип Сейчас сняли Они тоже большие фанаты Азии и Индии Я им говорю Калаба Поехали вместе Снимем дома И будем снимать клипы Получается Ты живешь Отдыхаешь И очень в расслабленном режиме Ездишь и снимаешь клип Да, очень классно Допустим, прям говоришь ребятам Ребят, давайте сегодня после пляжа В четыре Стартанем на байках Поедем И снимем вот сцену Они говорят Давайте Все, поехали Или они мне говорят Давай сегодня вот ты С часу до трех снимаем Там-то там Я говорю, хорошо То есть у нас И поэтому у нас там Пятнадцать съемочных дней Ну здорово Вообще расслаблено И из-за этого Получается результат А скажи мне, пожалуйста А что с Таиром Амедовым? Он же снимал Все твои клипы Ну и что вам Это не мешало По скайпу работать Снимать клипы Он там, главное, не мангу снимал Я знаю Я о чем и говорю Да Почему ты его уволил потом? Что случилось? Я его не уволил Просто он там работает Постоянно он в Америке живет Я сейчас ездил в Америку Но просто отдыхал там Вот Я ищу, когда будет Веселая песня Таир же у него тоже Узкая специальность Он мне снимал на грустные Но как-то это не его тема Не пошло На грустные Такий стиль на грустные А вот Танго обниманго Я сразу понял Так, Таир Может какие-то фишечки Какое-то веселье Это по его теме Ясно Ну давай Несколько слов Прямо вступительных Мы запускаем Премьеру Давайте В нашем изменчивом мире Хотелось сделать Что-нибудь душевное И немножко Поломать Все-таки Канона Сделать какой-то свой звук Немножко поэкспериментировать Пика Идеальный шаман Для экспериментов В музыке Снимали в одном из самых Самых шаманских мест Вообще мира Махараштра Индия Гуа Так что это еще немножко Опять же Как с крафцем Экскурсия По новой стране Получается Спасибо тебе Вот Песня вышла в пятницу Тринадцатого Специально поддерживать Шаманскую эту тему Добро пожаловать В наш Спик и мир Посмотрите Зацените Скажите Что думаете Класс Давайте смотреть Ну Паш Мы с тобой уже в эфире Мы в эфире Да потому что Вот эти вот там Барабаны звучат Музыки нет И люди которые нас слушают Они смотрят Должны понимать Что все нормально Все в порядке Мы досматриваем клип Я тебя поздравляю Ну и Пику тоже поздравляю Потому что Это отличная работа И мистическая И красивая И кстати реклама Очень хорошая Потому что многие пишут Все чувак Спасибо летим в Индию Спасибо ты напомнил Как там красиво и круто Да Там это дешевле Турции У меня было мало Работа Все мы ее запустили Теперь в эфир Телерадиоканал Страна.ФМ Поэтому Заказывайте друзья И голосуйте обязательно Чтобы обязательно Оказалась эта работа Да В программе Хит страны Правильно И духовно И ушами развивайтесь Правильно Ты продолжаешь Своё развитие Скажи мне пожалуйста Я стараюсь Там же книги по психологии Книги по психологии Конечно Да Или сейчас уже Совершенно Нет времени Я не помню Последние Три-четыре месяца Вот последние полтора месяца Я вообще в Москве не был А до этого тоже У меня очень Такой плотный Гастрольный график был Я же такой Светлый летний артист Меня летом зовут Много Гастролировать Серьезно А по осени и зиме Как-то не особо Да нет Всё происходит Нет Зовут Но летом Просто Именно Да Фестивали Сколько ещё делают Фестивали летних Таких Праздничных Мероприятий Поэтому Много Очень выступал Поэтому я немного Последние четыре месяца Немножко Выбыл Скли У меня большие цели Два альбома Ещё клипы Рэперские клипы Там ещё Коммерческие Интересные Классные Душевные И такие всякие клипы А я ничего не успеваю И у меня сейчас Главная цель Это закончить Мои два альбома Ну это не отдых Никакой Ведь получается Да Ты вот мотался В Москве Я хотя бы в Москве У меня Одно дело в день Два дела в день Я кайфую Ночую Дома Хорошо всё Ага Ты сам себе хозяин Понимаешь Да Какое дело Можно на завтра Условно перекинуть У меня нет концерта Вечером У меня нет Вот этой маленького Мандража Я сейчас могу Немножко созидать Заседать Немножко Подрасслабить булки Ну нужны такие Да Скажи периоды Обязательно Смена деятельности Немножко Если всё-таки Это можно так сказать Конечно У меня допустим Не очень получается Писать песни Или вообще Участвовать в процессах Написания Когда я в гастролях Там где-то вай-фай Где-то что-то Ты не очень успеваешь И не очень хочешь Ты там думаешь Ой сериальчик Лучше поставлю Чтобы немножко подуспокоиться Вот Поэтому Когда я дома Всё-таки у меня есть Я один Там девушка уехала Ушла на работу Я один У меня моя колоночка Мой компьютер Мой коннект с музыкантами Я создаю Делаю Доделываю И по ватсапу Скидываешь демки Которые потом Становятся просто Мега хитами Мы обязательно Поподробнее конечно Поговорим про эту работу Я даже специально Не называю название Её и посмотрим И послушаем Но через несколько минут У нас пауза небольшая Оставайтесь с нами Лучшие в стране На телерадиоканале Страна ФМ Ведущая Александра Хайрулина Крафт у нас сегодня в гостях И вот только что Клип и трек С группой 8 по Гринвичу Типа ничего не было Спасибо за эту работу Хочу сказать Знаешь мы получили Невероятное количество Каких-то таких Очень позитивных Положительных отзывов Песня была И в нашем хит-параде И я даже тебе больше скажу Она удивительным образом Я даже знаю таких людей Очень взрослые Раза в три У нас с тобой старше Которые эту песню Выделяют для себя Да То есть про молодых Само собой разумеется Здесь даже Как бы не обсуждается Соглашусь Прекрасно Мне самому Она эту песню Сразу понравилась Как я ее услышал Да Еще раз озвучим Что я там записал Свой припев Вот расскажи Да На ватсап Потому что Мы делали песню Я в процессе записал Свой припев На ватсап Ребятам отошло Что вот как оно будет В паузе А ребята Потом все это Присылали мне демку Вот смотри Как здорово Я такой Здорово Давайте только сведем И они потеряли весь проект И вернуть проект Уже в том самом звучании Перепеть уже не получалось И мы решили оставить Демку А теперь же понятно Что это все было Ну не случайно С задачей в небес Как бы так Наверняка Да И как-то так Сразу мы такие Ну все Уже альбом надо выпускать И давайте так и сделаем Она классная песня В любом случае Сделаем ее последней Чтобы люди уже там И она сам популярной стала Чтобы люди не заметили Что она звучит Чуть как-то хуже Или что-то там не так И она в итоге С альбома Самой популярной стала То есть мы этого не ожидали Еще раз спасибо Восемь по Гринвичу Классные ребята Питер Да Удачи им хочется пожелать Потому что они очень классные У тебя же чуйка Прям на хиты Но ты Ты между прочим Даже говоришь об этом Открыто заявляешь Ну да Какие-то таланты у меня отсутствуют Там петь Как Панайотов К примеру А где-то Я есть какое-то Да Своё видение Я прям чувствую Я к музыке отношусь Как к энергии И если я вот Слушаю песню То я ее прям Очень хорошо понимаю На энергетическом уровне И понимаю О В эту энергию Сейчас я впихну свою И получится коллаборация Или просто чувствую Вот уже начиная с музыки Какая в ней энергия Накладываешь По этой энергии слова Которые являются частицей Твоей личности Ты же цвета даже видишь? Цвета Нет А вот эта песня оранжевая Там нет? Ох, блин, прикольно Да, можно и так видеть Я вижу картинки клипа Картинки визуальные какие-то И конечно же Как, например, там Танго-обниманго Или какие-то смешные Веселые песни Как руку на ритм Если сегодня мы услышим Конечно Потому что я вижу Что-то яркое, веселое Какие-то улыбки, танцы И понимаю, что здесь энергия Бьющая молотком Сразу в тебе В твои будни Вот А есть энергия Вот Более Более Уходящая в стиль Больше уходящая В одиночество В какие-то То есть стараюсь быть разным И я потому что такой Я разный И поэтому Пишу разные Получается, что песни Какие-то из них Становятся хитами Какие-то вот Нравятся людям В массе Какие-то нравятся Не в массе Маленькому количеству людей Ты продолжаешь изучать Еще свою аудиторию Вообще Страну нашу Нет, я просто Я не могу делать Я пытался изучать Пытался придумывать Стратегии В творчестве Думал, буду делать Вот Только хиты теперь Не всегда получается Делать только хиты Понимаю, что надо делать Просто все, что делается В кайф И что-то люди Сами выберут И сейчас В честь десятилетия Просто Подхожу к старому подходу Делаешь все, что в кайф Доводишь до ума И выпускаешь Для Для людей И пусть каждый Для себя выбирает То, что ему Души обнимают То, что ближе Им сердцу Паш, ну ты невероятно Положительный И я пересмотрела там Практически все твои интервью Я потратила много времени Скажу тебе Спасибо, очень приятно Да, ну и наш с тобой Естественно, это вообще Просматриваю Чем можно вывести Обожаешь этот фрагмент Меня никто не выводил Я, по-моему, очень спокойно Общался Меня, то есть не кричал же Я просто говорил Аргументы Это эмоционально В какой-то момент Даже где-то там Ну, может быть эмоционально Да, но я считаю Более эмоционально Как для своего возраста Почему-то Снизошел На человека Который просто Вел аргументированно Достаточно беседу Вот Но не будем сейчас об этом Мы после передачи Пожали друг другу руки Я ему подошел Сказал Вы извините Потому что я сам Из-под трех контрактов Освободился Адских И я поэтому Для меня это щепетильная тема Достаточно Я на нее резко реагирую Потому что сам Был таким артистом Он сказал Извини, что я вообще Повысил голос И вел себя тоже неадекватно Самое интересное, как всегда я знала Было за кадром Вот эти вот объятия Ну, потому что нельзя Я не люблю не решать Нерешенные вопросы Уходить со злом Я сам подошел Извинился И он с большим позитивом Честно говоря, за передачу Он уже как-то изменил Ко мне отношения В конце сказал, что я Он думал, что мне 22 и 23 Оказывается, мне 33 Да И он такой Ой, как ты хорошо выглядишь То есть я получил от него Вдруг комплимент Вот Пожали друг другу руки В принципе, все хорошо Это просто В индустрии есть разные Полярные мнения Вот У меня более современный подход У него более 90-й Ну, давай Немножко затронули лейблы Я только понимаю Что сейчас-то вопрос Мне не про лейбл Надо задать А про творческое объединение Творческое объединение Да Вот что я считаю самое важное Чтобы было творческое объединение Это принципиальная разница Иначе это долго не просуществует Видите, все уходят Все артисты куда-то уходят Какие-то скандалы Контракты Не буду называть Но мы это видим постоянно Эти скандалы Они наружи Я сам уходил Но я старался уходить тихо Старался не выносить эту Сору из избы Уходить тихо Чтобы мои творческие люди Не сбивались С моего творческого пути Какими-то нетворческими Вещами Чтобы я никогда не хотел Жаловаться Вот смотрите Я подписал контракт Я вот такой дурак был А теперь меня Вот эти люди Оказывается используют То есть я всегда хотел Выходить все-таки сам Как-то выплачивал Какие-то неустойки Тихо уходил Вот И считаю, что Продюсеров Всех этих И всех этих Менеджеров Их Как официантов Артист должен Уволить Иметь право В любой момент Потому что У меня был ресторан Официанты плохо работали Я знаю, что их нужно Увольнять Если они плохо работают Все понимают Понятный пример Да Если что-то не происходит Не так Поэтому я считаю Артист должен быть боссом Надо найти просто Такого менеджера Которого он нахрен Будет слушать Извините Потому что Если слушать долгие годы И всегда Если вдруг Что-то не ладится На человеческом уровне Но совсем не пошло Увольняй его И не должно быть В этом никаких сложностей В Америке Ты своего менеджера Всегда можешь уволить Есть классная такая тема Чтобы он хорошо работал Вот Поэтому я против контрактов Мы вот если с кем-то работаем То у нас Мы работаем помогая К нам приходит артист Очень крутой уже К примеру артист И мы ему говорим Без контрактов Без всего Ты платишь нам За то, что мы тебе помогаем По-братски И поэтому Это может существовать Какое-то время Какое-то время Это правда Какое-то время может существовать Потом человек может сказать Вы знаете Спасибо вам, ребят За эту помощь Вы получали с меня Какое-то время Пойду я к Максиму Фадееву Либо мне мало Мне кредит надо платить Я пойду к другим людям Вот И тогда это По-нашему По-пацански Это небольшое Кидалово Конечно Я считаю, что Мы стараемся с артистами Так хорошо работать Чтобы они от нас не уходили Но они иногда хотят уйти Просто по другим Совсем соображениям Ну надо все попробовать Тоже в жизни Конечно Все форматы К примеру Есть контора К примеру У которой два артиста По одному артисту Они к нам обращаются Говорят Мы хотим, чтобы вы занимались Именно вот букингом Отправляли ребят на концерт Мы там все сами сделаем А вы за какой-то процент Будете отправлять артиста на концерт И мы говорим Хорошо А артист хочет потом уйти От большой конторы И следовательно Тоже от нас уходит Ну ничего Контора Как бы артист То есть вот такая вещь То есть мы никогда Мы стараемся не впихивать контракт Не подписывать маленьких Малолетних Глупых Как я был когда-то Артистов Которые читают Читают контракты С моей мамой Они читают С мамой Они с кем еще И с двоюродной сестрой мамы Читают эти контракты А составляют эти контракты Крутые юристы По защите Вообще авторских прав Они составляют так Чтобы мама не увидела Ты прям сейчас про Крида Или про Луан Я про всех говорю Я сам такое подписываю Хорошо И в итоге ты Остаешься с этим контрактом Оказывается в этом контракте Там вообще Жесть полная Оказывается И это между строк Это не видно Поэтому я считаю Что артисты должны Очень дойти до так Мощного уровня Чтобы они могли выбирать С кем работать А не их выбирали Продюсеры Ну ты думаешь Мы придем к этому? Я думаю Рано или поздно Как попасть к тебе В творческое объединение В пресне фэмили Как? Нужно обязательно быть талантливым? Или просто предискать Хочу Ты говоришь Ну давай попробуем Ну нужно достать Ну мы не работаем с нуля С артистами Мы желательно Чтобы артист сам был уже У него был альбом Желательно не один В запасе Чтобы он уже имел Какое-то признание Среди своих Своего города Каких-то людей Чтобы он уже Где-то немножко Немножко себя проявил Потому что И опыт чтобы конечно имел Да какой-то Тем самым Показав нам Как бы его будущей команде Что он не сдастся Не уйдет Не забухает И не родит Ну я к примеру О да Ну то что он не уйдет Из проекта Это как футболист И как в спорте Это важная вещь Чтобы человек Ну был верен себе Продолжал заниматься Любимым делом Что это дело действительно Любимое Ты нам рассказывал При прошлой нашей встрече Что в этом творческом объединении Пресно фэмилии Несколько департаментов Да я и говорю Департамент Юмора Арта Ну вот у нас Я не знаю Музыки Музыки Ты забегаешь где Это творческое объединение Никто не У нас нет Одного кассового аппарата На котором Все наши ИП А в общем получается Бардак какой-то Нет Это творческое объединение Мы ребята творческие Все тусуемся Эл, Вова, молодцы, сделали юмор Таир, Незлобин Делают, как что-то так себя проявляют В каких-то других вещах То есть я считаю, что это просто дружеская контора И мы поэтому именно Поэтому до конца жизни будем с гордостью говорить Что мы пресс не фэмили Потому что мы не связаны контрактами Мы не связаны обязательствами Можем чем-то помочь, кому-то пожалуйста Мы просто сборище людей, которые когда-то все жили на родном районе Сделали вот такой себе логотип Кстати, если из метро 95-го поднимаешься Метро, этот логотип наш Такой факел Это вот метро 95-го, этот факел Советского Союза Есть даже значки такие красной пресни Ну да, это просто Мы объединили вот так это все по-дружески И каждый молодец Надеюсь, благодаря тому, что мы когда-то объединились И поддерживали друг друга Вот у нас мы теперь об этом говорим Отлично Руку на ритм мы сейчас будем с тобой смотреть Клип, ну тоже относительно свежая работа Это 5 месяцев где-то ей приблизительно Позитивно и там много всех эспресни фэмили и новых друзей старых Ну посмотрим Давайте посмотрим Продолжается программа, друзья У нас сегодня Крафт в гостях Вот только что вы с вами наблюдали клип Руку на ритм Видели там Федука, ты даже ему не дал Не буквы спеть вообще ничего Спеть зачем? Они же у меня были актерами Это актерская задача была Милиция будущего Батрудин же тебе помогал ранее в творчестве, в твоем Мимимишку, это твой Мимимиш Вчера буквально заезжал в гости ко мне Вот, ну скажи какие еще словечки он себе подкинул Что-то мы ваше совместное такое услышим Песни сложенные Ну да, еще на новом альбоме На тактильной террористке Вот на коммерческом альбоме Я там пару строчек Значит тактильная террористка Так будет называться альбом Называется альбом Да, тактильная террористка Вот Да, это прикольно У меня есть совместная песня с Вахтангом Это битбокс Ну мы знаем Вахтанг Он классно поет Еще кроме того, что битбокс Он певец Он уже был как певец Все И у нас с ним выходит совместная песня Очень прикольная И выходит песня, где у меня записана Маша Горбань Она у меня сзади такая Yeah Yeah Ага, такая вякает у меня сзади И немножко подпевает мне в припеве Вот Так что заряженная энергетикой Машиной там мощно Песня И еще Классные тоже там коллаборации Классная песня А пика вот, кстати Будет тоже на этом альбоме Эта песенка И второй альбом Совсем другой Поэтому Я как артист Все время переживаю Немножко сомневаюсь У меня сейчас процесс Еще доделывания Поэтому Фух Но десятилетку я планирую Помощь Да Ты же будешь сейчас очень четенько Отслеживать Все комментарии Да Конечно Чтобы выбрать песню На которой появится клип Клип Именно так Я все рассказала за тебя Ну уж извини Я очень хочу уже выбрать Что-то веселое Там будут веселые песенки Посмотрим Я вот именно доверяю Ушам слушателей Посмотрим Я думаю Что с одного альбома У меня уже есть один клип Глупо молодой Тоже песня будет На том альбоме Я все-таки собрал У меня вот пика И глупо молодой Вот вы две песни уже слышали И еще будет пять новых И на втором альбоме Все новые В принципе И в каждом альбоме Выйдет еще по клипчику В поддержку обязательно И это будет зависеть От того Насколько люди Какую песню воспримут Давай мы с тобой поговорим Немножко про твои Другие таланты Давайте Ну дизайнерские например Ты у нас был Да В гостях В прошлый раз И ты говорил Что все Вот-вот Ребята Девчонки Все Я вас наряжу Как следует Вы будете у меня все На стиле Было такое Хорошая еда Долг готовится Начну свой ответ с этого Мы Я работаю Над этим Действительно будет бренд Надеюсь К концу этого года Либо к весне Не Он будет называться Вообще по-другому Его уникальность Будет в том Что это будет Я не буду Раскладывать Сейчас разглашать А то мало ли еще Уведут идею Дизайнеры только так Наслушают Там будет уникальная идея Уникальная одежда Мужская линейка Женская Детская Это унисекс Что там Там будет И женская И мужская И все это В общем унисекс И все это будет И все это Маленькие размеры Для детей Вполне будут подходить Поэтому Там сама концепция Бренда Настолько уникальной Такого в мире нет В принципе Из такого материала Просто никто не делал Да ладно Ну неужели Целую линию одежды Не рассказывай Целый бренд Никто не делал Поэтому я надеюсь Еще на уникальности Бренда сработать И на том Что Это одновременно Будет еще Многосегментная тема Ну Я буду рассказывать Надеюсь Может быть Но это интригующе Вы меня еще раз позовете Со следующим Уже весной Ну это мы уже тогда С моделями Мы здесь все покажем Я весь наряжусь Ты уже нарядишься И мы И операторы Все будут наряжены В мою одежду И будем ее все пиарить Хорошо Когда мы будем смотреть На большом экране Твой фильм По твоему сценарию Фантастический блокбастер Хороший вопрос Классный вопрос Мы уже написали Есть сценарий Осталось найти бюджет Серьезно? В следующем летом Я планирую снимать Это будет фильм Про Ростов 2050-х годов А почему Ростов? Просто Режиссер и сценарист Написали Такие молодцы Они У них был сценарий Есть сценарий И вот этот режиссер Он из Ростова просто И он писал Про свой родной город А это не твой сценарий Я докторила про твой Нет Мой сценарий Я тоже пишу Но мы сейчас Про актерскую деятельность Я хочу создать Классное И как в первую очередь Я нашел сценарий классный Ты будешь режиссером? Нет Я буду Я нашел Я найду режиссера Мы будем вместе Подгонять все это Ты продюсер Актером конечно буду И актером тоже Я спродюсировать Я же этим не занимаюсь Всегда Я же Я продюсирую в музыке А здесь я хочу спродюсировать кино И научиться И сделать хороший продукт Чтобы сделать хороший продукт Невозможно сделать его Дебютируя во всем Ну у тебя же хорошая команда Друзья твои Киношники Целая кучка Есть режиссер Который может снять именно это И я вот это все подбираю То есть в этом Большое творческое тоже Большое творческое начало Мое Мы сейчас едем В Индию еще вместе С режиссером Подгонять Под первый пилот Это будет сериал Мы снимаем пилот И попробуем Я выделяю своих денег Бюджет И попробуем Сделать что-то Получится плохо Как с песнями Получится плохо Выпустим для людей Начнем свой путь Потом еще раз снимем Что-нибудь еще Надо пробовать Надо стараться Поскольку подход С подходом Все не быстро Ну твой сценарий Когда мы хотя бы Почитать сможем Вот эту вот фантазию Вау Он есть уже Есть синопсис Моего сценария Но я думаю Что пока он Недостаточно проработан Я не нашел Сейчас именно Идеального сценариста С которым бы мы Вместе засели И дописали мой сценарий Чтобы я у него учился А идея была моя А я у него учился Как правильно Это долгий процесс Долгосрочный план Такой все понятно Понятно Когда-нибудь вы мое кино Поставите в эфире Обязательно Мы сделаем исключение Именно твой фильм поставим Потому что я уверена Там будет классный саундтрек И это будет залог Вообще успеха этого фильма Награду для кино Которые создали ваши артисты Которых вы ставите Кстати да Интересно Спасибо Не только мы подкидываем Всегда артистам Какие-то идеи Классные оригинальные Хотя бы в интернете Маленькие авардсы В квартирке Ну да Это круто Что с изобретениями у тебя За эти полтора года Пока мы не виделись Ух ты изобретения Что ты запатентовал Ты или нет Ну ладно Ребята Ну такой мозг Очень много музыки Очень много музыки Я ничего не успеваю Поэтому все движется медленно Изобретать не успеваю Фильмы снимать не успеваю Я просто сказал тогда К слову Что конечно же Мой мозг хочет все Амбиции Большое количество В душе И в мозгу Что-то придумывается Что-то О чем-то даже Есть встречи С серьезными людьми Мы о чем-то говорим Хочется не голословить А приходить уже И говорить Вот что мы создали Вот Ну давай уже Посмотрим то что ты создал Давайте Вместе с Тони Туна Музыка Хотел бы знать Да тем более Что вы работаете С совместным альбомом Да Мы работаем С совместным альбомом У нас уже Очень хороший Такой уже этап Я думаю Мы закончим его в этом году Презентуем Следующей весной Это будет как раз В концепции Песни И клипа Вот который Вы сейчас слышите Тони Очень крутой музыкант Очень крутой продюсер Он именно Направляет музыкально Наш общий процесс Поэтому Надеюсь Вы оцените Надеюсь Поехали Да Погнали Лучшие в стране На телерадиоканале Страна ФМ Ведущая Александра Хайрулина У нас сегодня в гостях Крафт Друзья Хорошие новости Тут звучали В течение нашей встречи Этого часа Этого интервью Два альбома готовятся К выходу Все в октябре Ждем Считаем дни Зачеркиваем на календаре Клипы Также готовятся Записываются Там еще альбом Эстонию Ту Найт Участвуем Все это слушаем И выбираем На что клип снимать Пишем мне в комментариях Ну это же так здорово Когда ты причастен Если ты угадал Эту саму песню И вдруг Крафт Снимает На именно ту песню Которая зашла Это как краудфандинг Это как краудфандинг Комментариями Надо скидываться Пашка Ну вот 10 лет Этот год Вправе поздравлять Себя каждый день С таким Красивым событием С такой датой Ты доволен Как у тебя складывается Все в твоей жизни Ну конечно Я очень доволен Я счастливый Квартирку прикупил Да Ты рассказываешь В интервью У меня много планов Что-то успеваю Что-то не успеваю На пенсию откладываю На творчество хватает Я счастливый человек То есть то О чем я мечтал Оно умножено В 10 раз И я в принципе счастливый Конечно Как у каждого человека На планете Земля Всегда есть цель Перейти На следующий этап На следующий уровень Стараюсь Совмещать это С своим отдыхом И С запасами На будущее Да, ты очень грамотно Своё время распределяешь Вот я слушаю тебя И понимаю, что нам надо поучиться Я мало-мало работаю Когда ты работаешь, получаешь удовольствие И отдыхаешь В этот же момент Ты работаешь И опять-таки получаешь удовольствие Стараюсь, да И каждая минутка У тебя просто не зря Это хасл, хасл Как пацаны на районе Хаслит Это подешевле Тут почёче Как Как многие друзья В работе Так же мы в музыке Лучше поехать в какую-нибудь страну Снять клип подешевле Но эффект получить не хуже Потому что там Глазу русскому приятно смотреть На Необычные для русского глаза Вещи, да И так же Стараюсь какие-то Находить лазейки Как-то делать Делать фиты Опять-таки, да Выпускать побольше песен А что делать А что делать вот с этим молодняком Который уже подрастает И прям начинает дышать Затылок Горячим своим дыханием Я кайфую Они молодцы Что-то нравится Что-то нет Какие-то друзья мои Некоторые ребята И мы планируем С некоторыми Фиты Фиты Вот Как с Элджеем Как с Федуком Мы делали фиты Эти фиты Держат тоже меня Как бы Тоже на плаву Меня узнают новые Молодые ребята От движуха происходит Вот С негатива у меня Кстати выйдет песня Скоро Есть и со стариками Есть и с молодыми То есть совсем Ноунеймами Ребятами Я кайфую от музыки Делаю Большое количество песен Стараюсь То есть в этом году Это будет рекорд Наверное за год По количеству песен Которые у меня вышли То есть 17 на альбоме И плюс еще Вот в этом году У меня стартануло Еще песен 5 То есть это будет 22 песни в год Ну это очень мощный Подарок всем нам Твоим поклонникам К твоему десятилетию Десять лет Мне уже не жалко Творческого пути Еще у меня написано 200 Поэтому я надолго В этой индустрии Будьте готовы Ко мне Готовы Смиритесь Я хотела тебя спросить Паш А девушка у тебя та же Которая полтора года назад была Или вы расстались Да А та же Молодцы Молодец Мы не афишируем Все Пусть будет тихо Да конечно Пусть все будет тихо Я к тому что Квартирка прикоплена Творчество налажено В общем то здесь все Так детей родителям пора подарить Я согласен Бабушку с дедушкой Порадовать Надо Работаем Спасибо вам То есть помимо 50 песен новых И 250 в следующем году Вполне возможно Будет пополнение В семье Как жизнь покажет Как жизнь покажет Недавно Познакомились с диджей Грувом Планируем с ним песни тоже сделать Он замечательный Грув вообще душа Просто человек Вот И Он мне сказал Не парься 33 еще молодой Да конечно Успеешь Конечно И я такой думаю Ну успею так успею То есть как получится Так получится Мы создаем Наш маленький мирок Вот И Интересно Одна из девушек В нашем новом клипе Меня было мало Там одна из них Из этих пяти Мигает моя Так что Угадывайте Так Все я знаю Теперь все ринулись Просто теперь На стоп-кадры Клеить этот клип И пытаться угадать У меня обычные отношения Какая не звездная Просто Обычная Приятная Скромная девочка Вот и все И мы не хотим Это афишировать Не дай бог Она тебя вдохновляет На все то Что ты делаешь Посмотри Какое рекордное количество И песен И фитов И клипов А это все зависит Поверь мне Очень От женщин Давайте Не принижать Достоинства Вообще всех женщин Которые рядом С творческими людьми Все это Ваша заслуга Спасибо вам девушки Паш Спасибо тебе Дорогой Во-первых за то Что ты 10 лет с нами В творчестве В своих песнях Хитах Продолжай в том же душе Пусть тебя будет больше Гуфу он 40 лет Сегодня исполнил Давайте поздравим Давайте поздравим 40 лет Лехе Конечно Конечно И я надеюсь Что я буду В 40 лет Так же Да ты круче будешь Ты будешь круче В 40 лет Если бы я вот сейчас Прекращу писать песни Вообще Прекращу их писать То мне хватит Еще на 10 лет Так что ребят Но ты этого не делай Дорогой мой Буду продолжать Да Но они будут просто тухлые Все тухлее Тухлее Хуже и хуже Но я буду продолжать Пецвести Писать Зож Следить за здоровьем Ради того что творчество Продолжалось Паш Очень Да Много хорошей Позитивной энергии Ты ее специально Закладываешь свое творчество Мы это чувствуем Поверь И сердцем И душой И силами Когда в пляс бросаемся Я надеюсь Надо объединяться людям Потому что сейчас Очень много недушевного Очень много такого Мимо пролетающего Надо объединяться людям Тем кто умеют И понимают Как делать душевно Чтобы все таки Наша вот русская Душевная душа Она Как бы Не переходила совсем В американщину И в русском рэпе Это очень сильно Вообще на 90% Сейчас чувствуется Давайте объединяться Делать душевное Искреннее Что-то такое И Расти Ушами И духом Прекрасные слова Спасибо что зовете Страна FM Респект Спасибо тебе огромное Ждем альбомы Как название Напомни пожалуйста Первого альбома Название коммерческое Тактильная террористка А второго Самый сольный Он такой рэперский Ждем На черном стиле Спасибо Спасибо вам Спасибо вам Друзья До новых встреч Танго Обниманго Вселенский Обниманцы Лучшее в стране На телерадиоканале Страна FM Субтитры сделал DimaTorzok